В науке, в технике и в быту часто приходится производить измерения различных величин. И физики, например, придумали и достаточно сложные приборы, но часто пользуются совсем простыми, как, например, линейкой. Что значит измерить физическую величину? Это значит сравнить ее с однородной величиной, принятой за единицу измерения. И когда-то давно единицы измерения в разных странах были разными, но потом люди договорились, и сейчас применяется международная система единиц, система Си, в которой масса измеряется в килограммах, время в секундах, а длина в метрах. Ну и вот мы можем увидеть этот самый метр, это расстояние между концом линейки и вот этим крайним ее штрихом. Но вы можете также видеть на линейке и более мелкие деления. Сантиметровые и совсем мелкие миллиметровые. Ну потому что ясно, что метром практически измерять можно только большие расстояния, а для мелких расстояний нужны какие-то более мелкие единицы. Одна десятая метра это дециметр. И вообще одна десятая любой единицы будет иметь приставку ДЕЦИ. Точно так же одна сотая имеет приставку САНТИ, одна тысячная МИЛЛИ. А дальше мы уже шагаем через три разряда. Одна миллионная микро, одна миллиардная нано, одна триллионная пика и так далее. Теперь пойдем не в сторону уменьшения, а в сторону увеличения единиц. Десять метров это декометр, а сто это гектометр. Впрочем, единицы с такими приставками используются крайне редко. Зато тысяча метров это километр, тысяча вольт это киловольт, а вот килограмм это тысяча граммов, потому что когда-то основной единицей считался грамм, а не килограмм. Дальше мы снова шагаем через три разряда. Увеличению в миллион раз соответствует приставка МЕГА, а за ней идут приставки ГИГА для миллиарда, ТЕРА для триллиона и так далее. А теперь мы поговорим о некоторых хитростях в измерениях. И самый простой пример. Вот у меня тоненький листок бумаги. И спрашивается, можно ли измерить его толщину с помощью обычной линейки. Кажется, что сделать это нельзя, потому что цена деления линейки 1 миллиметр, и это гораздо больше, чем толщина вот этого листочка. Но зато с помощью линейки мы можем легко измерить толщину пачки в 50 листков. Толщина всей пачки с хорошей точностью составляет 5 миллиметров. Это значит, что толщина одного листочка в 50 раз меньше, то есть 1 десятая миллиметра. И тот же самый прием можно применить для измерения с помощью линейки диаметра тонкой проволоки. И для этого я накручу эту проволоку на карандаш. Расстояние между концами спирали в 100 витков составляет 44 миллиметра. Делим 44 на 100 и получаем диаметр проволоки в 0,44 миллиметра. Этот результат, скорее всего, чуть завышен, поскольку витки проволоки могли где-то прилегать друг к другу неплотно. А с помощью этого прибора, который называется штангенциркуль, можно проводить измерения размеров с точностью до 0,1 миллиметра. Гораздо точнее, чем с помощью обычной линейки. Можно измерить наружный диаметр трубки или ее внутренний диаметр. И можно измерить даже ее глубину. У штангенциркуля имеются две шкалы. Верхняя шкала такая же, как у обычной линейки. По ней отсчитываются целые миллиметры. И мы видим, что диаметр зажатого между губок сверла больше 5, но меньше 6 миллиметров. Нижняя шкала называется нониусом, и по ней считываются десятые доли миллиметра. Для этого надо найти штрих нониуса, совпадающий со штрихом верхней шкалы. Это пятерка, и диаметр сверла составляет 5,5 миллиметра. А теперь мы переходим к нашему традиционному заключительному вопросу. Мы решили экспериментально измерить значение числа π. То есть отношение длины окружности к ее диаметру. И для этого мы взяли вот этот стакан и гибкий сантиметр. Измерили охват стакана и его диаметр. Взяли отношение и проделали то же самое для вот этой кастрюли и крышки от сковородки. И вот что у нас получилось. π для стакана было равно 3,18. Для кастрюли 3,17. И для крышки 3,16. И эти значения воспроизводились с каждым измерением, сколько бы мы их не повторяли. При этом видно, что все они, во-первых, больше, чем математическое значение 3,14, которое приводится во всех учебниках. А кроме того, можно заметить, что чем больше диаметр предмета, тем ближе значение измеренное числа π к тому, что приводится у математиков. И спрашивается, нельзя ли сделать из этого какие-нибудь выводы относительно реальной геометрии нашей Вселенной? Или можно обойтись какими-то более простыми объяснениями? Ваши соображения на этот счет? Пишите в комментариях к этому ролику на ютубе. Субтитры создавал DimaTorzok